Тогда вот в следующем июне окажется, что у вас еще хуже прогнозы. Такая катастрофа, что плакать хочется. А Рейл Болтик – миллиарды, миллиарды, миллиарды. Не было вообще года в Латвии, чтобы не повысили какие-то налоги. Прогрессивно. И Шуваев, профессор Шуваев, посчитал, что 20% было столько, 25,5% будет столько. Эти жулики скажут, ну извините, денег нет, давайте по-новому, да. А дефицит в бюджете, он 1,2 миллиарда евро. Кто врет? Ровно 1 миллион в день евро, в процентах. У тебя квартира на 100 тысяч. И ты говоришь, банку дайте мне 300 тысяч, они посмотрят на тебя, как на сумасшедшего не скажут. 50 тысяч дадим. Виллис, ну пришло то время, когда надо подсчитать деньги в госбюджете Латвии. Какой будет, на твой взгляд, бюджет 2025? Ну, самое смешное, что министр финансов сказал, да, когда мы начали в июне разрабатывать бюджет, прогнозы были гораздо лучше. Я ему могу сказать, что сейчас плохо, тогда вот в следующем июне окажется, что у вас еще уже прогнозы. На ту дорогу, которую они стали, эта дорога никуда. Это как в поговорке «постучат снизу». Да, это просто дорога никуда идет. То, что посмотрели опять на бюджет и поняли, что не хватает. Ну, не хватает, ясно, надо еще занять. Ну, 30 сентября этого года государственный долг был 90,2 миллиарда. Это факт. Это я опубликовал таблицу. 19. 19,2 миллиарда. Это я опубликовал таблицу «Эксел» из «Госказны». «Госказны». Это их «Эксел», это не я придумал. Это было в сентябре. В конце года будет 20 миллиардов. Так как они заложили дефицит 3 миллиарда, если они планируют 42 миллиарда национальный валовый доход, 1% – это 420 миллионов. На 3 – это 1,26 миллиарда. Это 3%, которые уже запрограммированы. Их надо занимать, погасить дефицит. Но будут еще недобор, и значит уже 2 миллиарда. Ну, к концу года следующего будет 22 миллиарда. Но там есть слон в помещении, что в этом бюджете нет ни одного слова про «Рейлболтик». Как они собираются за это платить, когда все говорят, что оно заканчивается. Будут делать какие-то изменения, как всегда, в бюджете. Будут брать из неприкосноваемого фонда. Ну, в общем, это «Рейлболтик» такая катастрофа, что плакать хочется. Посмотрите, где-то 300 миллионов мы тратим на дороги в год. Всего лишь 300 миллионов. А «Рейлболтик» – миллиарды, миллиарды, миллиарды. Это ж… Ну, как можно сравнить одну линию, одну нитку, которая от Эстонии к Литве идет? И все дороги Латвии, по которым ездят больше миллиона легковых автомобилей, жители Латвии имеют больше миллиона легковых автомобилей, они едут под стрессом. Любая трасса – это «Рига Венспилус», «Рига Лепа», «Рига Резек». Стрессовая ситуация. Один ряд туда, один обратно. Все время поток, поток, поток. И никому не приходит в голову, что это как-то несбалансировано. 300 миллионов и миллиарды на ничто и 300 миллионов на всю жизнь Латвии. Это же жизнь Латвии – автомобили. Ну… Налоги. Такая партия прогрессивная. Один из их депутатов вышел на трибуну Сейма и с таким большим пафосом заявил, что для обычных людей налоги уменьшатся. Так ли это? Обычные люди это не заметят. Ну, что с ним? Но одна вещь, которую заметят те, которые реально еще остались в бизнесе Латвии. С следующего года налог на прирост капитала будет не 20, а 25,5. Так что, милые мои зрители, все, которые собираются продавать недвижимость, получать дивиденды, получать какие-то доходы, которые облагаются налогом на капитал, будете платить не 20, а 25,5. И я готов поспорить на любую сумму, с любым, что в начале 26 года, когда мы посмотрим на результаты 25 года, то масса дохода от прироста на капитал будет меньше, чем в 24 году, когда было 20%. Я готов спорить с любым, на любую сумму. Но, как всегда, кто-то там прогрессивный, Шуваев, профессор Шуваев, посчитал, что 20% было столько, 25,5 будет столько. Посмотрим, кто будет прав. Я простой христианин или профессор Шуваев? Тут же рядом есть такой налог и на недвижимость. Потом, опять же, один представитель, уже партии Единства, вышел на трибуны и сказал, что налог на недвижимость в следующем году никому не поменяется. Во-первых, они объявили, что налог не поменяется, а кадастры посчитали по-новому. Кадастры там по 2, 3, 4, 5 раза выше. Очень многих разных сооружений, земли. И как-то странно получается оставить старый налог, а новый кадастр. Ну, посмотрим, в какой момент эти жулики скажут, ну, извините, денег нет, давайте по-новому. Но, в принципе, опять надо вернуться к нашей программе. Латвия на первом месте. 2,5 года назад мы опубликовали нашу программу из 50 пунктов. Зайдите в любой сайт партии и увидите. Пятый пункт. Отменить вообще налог на недвижимость. И мы отменим. Эти проиграют. Через 2 года это 100%. Шлессер станет через полгода мэром города Риги. И тогда, наконец-то, мы всё будем поворачивать в другую сторону. А пока ждите, ждите сюрпризов от этого правительства. Их, так сказать, объединяет прогрессивных, зелёных и крестьян, и вернутые, либо их объединяет общее, так сказать, общее преступление. Преступление против Латвии и против народа. И они держаться будут 2 года вместе до конца. И тут на днях такой интересный комментарий слышал от социолога Арниса Кактенша, что по его мнению, что не было вообще года в Латвии, чтобы не повысили какие-то налоги. Конечно. Всё время. Или налоги, или пошлины. Ведь хорошо, в Латвии есть там 15, по-моему, налогов. Но есть и 100 или больше разных пошлин. Автомобиль, пошлины на автомобиль, пошлины на регистрации недвижимости, которые просто феноменально большие по сравнению с той же Эстонией. Ты вкладываешь в капитал, допустим, землю на миллион, и сразу платишь 10 тысяч процентов. За что? Просто вот государство. И всё это останавливает полностью движение. Всё стоит. Всё остановлено. И они ждут, почему не заходит в бюджет деньги. Так что, третий год, говорю, будет только хуже. Пока эти будут у власти, будет только хуже. Надо сделать две вещи. Верутый был в оппозицию и поменять руководство общественных медиев. Первое радио, Первое телевидение. Потому что те всё время рассказывают, что всё в порядке. Что всё в порядке. Движемся в светлое будущее. Заканчивая, ты уже немного начал эту тему, это про госдолг. С одной стороны, госказна говорила, что в ближайшие пять лет она будет занимать каждый год примерно 3 миллиарда евро, а дефицит в бюджете он 1,2 миллиарда евро. Кто врёт? В этом году, в конце года, будет 20 миллиардов. В следующем году уже заложено это 1,26 миллиардов. Это дефицит 3%. И там будет недобор. Так же, как в этом году. Если посмотреть в последние месяцы, недостача планированного бюджета. И ничто не показывает, что в следующем году будет что-то большее. И поэтому они к концу следующего года будет 22 миллиарда, потом 24 миллиарда, потом 26 или 27 миллиардов. Ну и тогда мы придём к тому, о чём сейчас говорят, ну не может такого быть. Два года назад я говорил, что мы будем платить 1 миллион в день процентами. 24-й год уже прошёл, мы платим в 24-м году ровно 1 миллион в день евро в процентами. Это ещё до недавнего времени мы платили там полмиллиона в день. Даже меньше, потому что нулевая ставка была. Сейчас уже почти 4%. Но вся беда только впереди. С каждым новым миллиардом рейтинг страны будет медленно-медленно падать. И через какой-то год или два МУД и все эти компании, эти рейтинговые агентства скажут, вы знаете, вы уже приходите туда эй, там плюс-минус-минус эй, минус-минус и деньги автоматически будут стоить не 4, а 6%. И тогда придёт время, когда мы будем платить за государственный долг процентами 1 миллиард в год. Представляете, мы в свои автодороги вкладываем 300 миллионов всего лишь в год. Это и ремонты, и там зимняя чистка и всё остальное. А тут миллиард мы будем платить процентами. А допустим, 22 миллиарда будет основная сумма, которую даже, ну, я же опубликовал, ты у меня спрашивал эту таблицу, 10 самых дорогих государственных предприятий, Лотвенерго, Латвии, Смежи, там, Эрбалтик, все вместе стоит 8 миллиардов. Примерно оценка 8 миллиардов. А государственный долг будет 22 миллиарда. Если ты придешь в банк, у тебя... Банкрот. Это не банкрот, это просто на нашу страну будут смотреть, как, ну, плохо, не то, что не платить соспособную, на плохо платить соспособную, естественно, цена денег будет очень высокая. И следующие правительства будут заниматься чем? Будут, так сказать, собирать деньги, чтобы кое-как платить проценты. Об основной суммы там даже речи нет. Ну, ты представляешь, ты придешь в банк, у тебя квартира на 100 тысяч, и ты говоришь банку, дайте мне 300 тысяч, они поспорят на тебя, как на сумасшедшего, и скажут, 50 тысяч дадим. А здесь 22 миллиарда, а 10 самых богатых предприятий, 8 миллиардов. Это говорит о чем? Что возврат основной суммы или сокращение основной суммы лет на 5 можно забыть, может даже на 10. То есть все время будем платить проценты, 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 основная сумма будет висеть. Вот куда пришла Кариндж, там все, это я вновь, вот и вот куда нас привели за последние 5-6 лет. Это факт. Я не сгущаю краской. Хотим мы так жить? Наверное, хотим. сгущим. 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 Сгущим.